Бескондукторная система в Шемкенте уже успела себя зарекомендовать. Неоспоримый плюс – выручка в автобусах увеличилась ежедневно на 5 миллионов тенге. «Теперь мы видим, что количество ежедневных транзакций увеличилось на 26%, в некоторые дни – до 56%. Ежедневная прибыль в среднем увеличилась на 5 миллионов тенге. То есть, если до этого доход автопарков составлял 18-19 миллионов тенге, то после внедрения бескондукторной системы доход ориентировочно доходит до 24 миллионов тенге». Водители уже привыкли собирать плату за проезд. По их словам, пассажиры чаще пользуются картами. После введения бескондукторной системы оплаты некоторые катаются с зайцем. С начала марта к административной ответственности привлекли 30 злостных нарушителей. Каждому придется оплатить штраф 7 тысяч тенге. В повторном случае сумма увеличится вдвое. Безбилетников ловят работающие на линиях контролеры. «Когда мы заходим в автобус, сразу объясняем, что необходимо оплачивать проезд. После проверяем тулем карты каждого пассажира. Оплатил пассажир проезд или нет. Некоторые пытаются спорить. Мы на конфликт не идем. Стараемся объяснять». Удостовериться в том, что пассажир добросовестно оплатил проезд, контролеры могут, сняв необходимую информацию с терминала или попросив предъявить карту, с помощью которой совершалась оплата, и приложить ее к переносному терминалу. Сэкономленные на кондукторах деньги пойдут на увеличение зарплат водителей. «Зарплаты водителей точно вырастут. Этот вопрос сейчас рассматривается. Мы работаем с каждым автопарком, чтобы определить точную сумму. Мы ожидаем, что зарплата будет как минимум на 50% выше, но, возможно, и больше. Бескондукторная система оплаты внедрена с 1 марта. Водитель получит мартовскую зарплату в апреле, а после – повышенную зарплату». Скоро весь общественный транспорт Шымкента оборудует голосовыми объявлениями об остановках. Новшество в пилотном режиме уже внедрено в 100 городских автобусах.